Новые рейды в Душанбе против ношения хиджаба. Китай продолжает опустошать недра Таджикистана. В Душанбе продолжается охота на таджикских женщин в исламском одеянии. Так, 14 марта в информационное агентство «Азия плюс» обратилась на условиях анонимности местная жительница, сообщившая, что представители власти вынудили ее снять хиджаб. Женщина рассказала журналистам следующее «Я пошла в городскую поликлинику номер 9, расположенную по улице Шамси, чтобы показать больного ребенка врачу. Прямо в фойе поликлиники меня остановили две женщины и двое мужчин. Далее они повели меня в кабинет врача, и там приказали мне снять платок с головы или переодеть его так, чтобы была видна шея. В кабинете уже сидели еще три женщины в хиджабах. Несмотря на наши просьбы, они не отпускали нас, мы просили их, чтобы хотя бы мужчины вышли, пока мы будем снимать платки, но женщины ответили отказом, сказав «Это наши охранники, и они останутся здесь». По словам женщины, мужчины стали снимать их на видео, сначала в платках, а потом без них. Представители власти взяли данные, адреса и только потом отпустили женщин. Другая очевидица произошедшего сообщила, что во дворе поликлиники стояла тангемка с мигалкой, однако все участники рейда были одеты в гражданскую форму одежды. «Когда я спросила, кто вы и на каком основании так поступаете с нами, женщина постарше ответила, что они являются представителями власти, но при этом так и не показала удостоверения. Она заявила, что носить платок так нельзя, это не наш, не таджикский способ ношения платка. При этом на самой этой женщине не было ничего из национальной одежды. Она была одета в юбку, джемпер и пиджак», — рассказала потерпевшая. «Мы ведь мусульманки, и мы должны одеваться так, как предписано в Коране. Разве это нарушение закона задается вопросом жительницы Таджикистана?» Таджикские и китайские геологи за последние шесть лет исследовательских работ обнаружили вблизи совместной границы 43 месторождения драгоценных металлов. Золото, серебра, палладия, платины, — сообщает Азади. Заместитель начальника Главного управления геологии Таджикистана Архманбек Бахдавлатов сообщает, что большинство месторождений располагаются на таджикской территории, а в китайском приграничье месторождения были обнаружены и разработаны еще в советское время. Пока лишь завершены исследовательские работы и неизвестно, когда и какие компании начнут добычу, потому что данное решение будет приниматься на уровне правительства двух стран. Граница — это административно-территориальное деление. В геологии нет границ. В свое время в КНР было обнаружено несколько крупных месторождений. Пласты этих месторождений располагаются и на таджикской территории. В настоящее время, по новой методике, представленной Китаем, мы исследовали, какие месторождения являются разведанными и неразведанными, сказал Багдавлатов. Напомним, что в настоящее время более 50% месторождений золота в Таджикистане переданы для освоения китайским компаниям, которые владеют 60% акций этих месторождений. Примечательно, что режим в отношении разработки недр Таджикистана идет по самому легкому для себя пути. Разработка предоставляется иностранцам, после чего полученные деньги благополучно разворовываются кланом Рахмона. Результатом этой политики является то, что таджикский народ, который владеет огромными богатствами, оказывается обреченным на постоянную трудовую миграцию и нищенское существование, в то время как иностранцы поглощают национальное достояние. Коррумпированный секуляристский режим же тем временем купается в богатстве, еще и преследуя жителей Таджикистана за исповедание их исконной религии, борясь тем самым с возрождением ислама, согласно которому полезные ископаемые являются общественной собственностью и принадлежат непосредственно умме. Посланник Аллаха сказал, что мусульмане являются совладельцами в трех вещах – в воде, пастбищах и огне. Абудауд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok